Во колодских вановых ворота Красная девица песню поет Красная девица песню запела Тюремый голос нас подала Мы выставляем сегодня коллекцию из музейных предметов, которые открывают нам необыкновенную, уникальную, очень красивую культуру луководцев. Я думаю, что мы сейчас предоставим слово Татьяне Кичне, и она пройдет небольшую экскурсию для наших гостей по выставке. Женщина завязывала в эту трубах розовый ленточек, а молодые люди, мужчины, голубые, голубые. И мы здесь видим замечательных девушек-духоборок, девушки-невесты, 30-е годы, и женихи 27-го года из села Петровка, неженатые мужчины, носили здесь цветочек, ну, на всякие случаи. А вот это мы себе показали, что женщина помимо одежды, помимо одежды себе, своим родным, они еще готовили приданное, как положено. Это покрывало, так называемое, ридно, на свадебную кровать. То есть сначала стелился подзор, потом матрас, потом простыня, потом ридно, которое спускалось вот так, ну, то есть слоями, то есть подзор, так далее, так далее, а потом весь вешали занавес, и на него специальную свадебную подушечку. Ну, вот такое было. И здесь мы видим, вот мы тоже видим, здесь мы видим тоже праздничные костюмы, но уже зимний вариант, тот демисезонный, а это зимний вариант, потому что корсет, вот эта верхняя одежда, здесь с длинным рукавом. И обратите внимание, что у духоворов и сейчас, вот посмотрите, пожалуйста, карман, и здесь мы видим карман, который, так сказать, к свадебному обряду, то есть к праздничному костюму носился обязательно. Обратите внимание, на очень красивое занавесство. А на ноги одевали вязанные на спицах так называемые скворцовые, вот, мне люди понимают, просто там скворцовые чулки. Почему скворцовые? Вы видели когда-нибудь скворушек? Чёрт, такие пёстренькие. Вот меланжировали специально, нитки завязывали белым, красили синим, и из этого вязали скворцовые чулки и варежки зимние. Да, да, бархатные. Да, и я хочу сказать, что вот благодаря стараниям Два Николаевича Толстого Духобора уезжает в Канаду. Вот это уже фотографии сделаны в Канаде. Это вот у них сейчас маленький дом. И вот это маленькое фото мы не стали увеличивать. Но это очень трогательная вещь. Когда начались гонения на Духоборов, дочь Петра Васильевича Веригина, за то, что она Веригина, и его дочь, её посадили в заключение. Она была в трудовых лагерях в ссылках в Страстных Мугах. И сына своего маленького она увидела только через 40 лет. И вот тут встреча Анны Петровны Марковой вместе со своим сыном Иваном Ивановичем Веригиным, который возглавил впоследствии канадских Духоборов, она посадила его к себе на колени. И здесь вот тот псалом, который сочинил Пётр Васильевич Веригин, который возглавил Духоборов, уходящий в Канаду, так называемая Декларация Людей Мира. И здесь все принципы, которые сейчас Духоборы Канады этот псалом считают для себя главными. Но в 1921 году выходит восстановление правительства, одним из авторов которого был Наркомзема, одним из авторов которых был тот же самый Бонч Бруевич. И это постановление призвало Духоборов переселяться на незанятые Духоборов, Малаган и представители разного сектанства переселяться на незанятые земли. Духоборы приехали сюда из Грузии и выбрали для поселения наши сальские степи, за что вам особое спасибо, особая благодарность. Мы видим здесь вот те фотографии, которые без рамочек, это фотографии, сделанные нами в экспедиции. И эти вещи тоже привезены из экспедиции. Это то, с чем приехали Духоборы. Не с тряпками, не с золотом, не с деньгами. Они приехали с рабочим инструментом, потому что понимали, что надо строить дом, надо обзаводиться семьей. Женщины занимались рукоделием, как мы уже поняли. И вот здесь образцы отделок, в том числе стеновых утверок. Вы посмотрите, какая фантазия для, это называется, манишка, для маленького ребенка, выжатая. И какой изящный чепчик. Ну, скажите, ну, сделали вы... Нет, тут так, там горошек, тут, чтобы было красиво. И подкладочка. И подкладочка, да, и ушки. Но, когда, когда началась, сначала призвали сектантов, те сделали удовольствие, но, обустроили землю, но тут началась коллективизация, сказали, «Ребята, вы чего? Надо вам колхозы». Они сказали, «Нет, это вы чего? Мы всю жизнь живем колхозами. Мы построили здесь молочный завод. Мы сделали пасеки, мы посадили сады, мы построили несколько духоборческих сел. У нас все всегда было общее. Но их не поняли. И начались гонения и репрессии, которые коснулись особо страшных переходов к сплошной коллективизации. В один не очень прекрасный день в феврале 31-го года духоборов собрали в клубе. И мы сказали, что вот давайте подписывайтесь, что вы пойдете в колхоз, что все будет дальше замечательно, прекрасно. А кто не согласен, может выходить через заднюю дверь, а все, кто будет согласен, пусть остаются. Вышли практически все. Их посадили в воронки, по мере выхода привезли в ростовскую тюрьму. Они были расстреляны. Перед расстрелом духоборцы Петровки мужчины, а у них было это принято. Послали своим женам вот эту фотографию. В ответ женщины послали фотографию мужчинам. На обратной стороне этой фотографии мы оставили здесь место, будет помещен текст. Они пишут родным, на добрую-добрую память. Так далее, так далее. Мы еще живы. Зайдя в этот зал, Татьяна Никитична предложила посмотреть, посмотреть ту экспозицию, ту уникальную выставку, которая была подготовлена. Спасибо большое, Татьяна Никитична, потому что действительно я прониклась. Это близко и моей семье, это близко к укладу и стиле, вот как раз таки, моей семьи и моего воспитания. Уникальная коллекция. Я прочла даже вот псалмы и интересные такие строки. Я вот вернусь даже и сейчас хочу прочесть. Ежели желаешь, что начать, испытай наперед, испытай наперед свои силы, потом продолжай и не останавливайся. Вы знаете, это девиз любого нашего начинания, любого нашего дела. Если ты задумал какой-то проект, и все коллеги тоже следуют как раз таки этому правилу, если ты задумал какой-то проект или разработал концепцию, сначала нужно провести очень тщательную разведку, правильно, все просчитать. И если вы уверены в успехе какого-либо дела, то, конечно же, тогда начинай и не останавливайся. Вот как раз таки эти строки подчеркивают именно вот ту заповедь в жизни, которую мы все с вами, наверное, соблюдаем. Я хочу поблагодарить всех жертвователей, всех, кто представил такие уникальные предметы вот в собрании этой коллекции, в собрании этой экспозиции сегодняшней, они действительно уникальны, потому что практически все здесь сделано руками духовоборцев. Суть духовоборчества была в том, они всю жизнь работали и говорили, у них была самая главная цель в жизни – «Дей людям добро, и тебе будя». Я думаю, что все, кто участвует сегодня в этом мероприятии и все, кто готовили эту выставку, готовили ее по этому принципу. Знаете, духовоборцы были очень трудолюбивые люди, их жизнь выковала просто железобетонными. Говорят, что один духовоборец заменял 18 работников. И когда они приехали в 21-м году в Целинский район, они возделали такие степени, неподъемные, своим, вот просто, трудом непомерным. Спасибо огромное всем организаторам выставки, спасибо большое вам, Анна Анатольевна, что вы оказали честь, посетили эту выставку. Поэтому всем, всем-всем спасибо, низкий поклон и благодарность от всего сердца. Спасибо. Духоборы для Донского края сохранили прекрасную крестьянскую традицию, культуру крестьян наших, донских. Ну, хотя это была уже адаптация какая-то после возвращения с Кавказа, но тем не менее, это прекрасный такой фольклор, прекрасное духовное творчество, псалмы и стихи. Поэтому это очень ценно, я считаю, вот в общей копилке наших народов, всех групп различных социальных, этноконфессиональных, это большой вклад. Уж ты, поня, разудалый молодец, да разудалая, голубушка Твоя разуталая головушка, Твоя разуталая головушка, На кого ж ты покидаешь ты меня? На кого ж ты покидаешь ты меня? Я буду эту зиму зимовать.